Новогодний между собой И у нас сегодня в гостях удивительный, честное слово, человек И очень много чего он с собой принес И на всем этом обещал даже нам сыграть Валентин Шкандыбин Здравствуй, Валентин Привет-привет Я очень рад тому, что вы пригласили меня И я, как тот Дед Мороз, вам подарочки принес Я буду сегодня для вас сыграть и рассказывать про музыкальные инструменты Древние и этнические Вот, Валентин, пять лет назад жил себе, жил человек Работал в Икеа дизайнером И пять лет назад что-то с ним такое свершилось Что он вдруг увлекся всевозможными этническими инструментами разных стран мира И здесь мы видим и окарины И вот до начала программы рассказывал Валентин о инструментах На которых играют и в Австралии И вот сейчас всего даже и не перечислю Валентин, как так случилось? И чем так увлекла этника тебя? Ничего такого случайного в жизни не происходит И бывает так, что проходит какой-то период времени И как снег на голову Оп! И получается так, что начинаешь... Не случайно Интерес к этнике, к ремеслу у меня с детства Причем с раннего-раннего Всегда любил рисовать, что-то делать из дерева Поделки С 11 лет начал заниматься резьбой по дереву И где-то лет с 12 у меня уже были всегда карманные деньги Потому что брелочки какие-то Какие-то там номерочки на двери Друзья во дворе продавал Конечно, конечно Это все делал Постоянно вырезал И пользовался спросом на вот эти вот изделия Люблю натуральные материалы То есть дерево, керамика, металл, кожа Вот все, что с этим связано Это мое Все, что телезрители могут видеть на столе Ну, практически все, что телезрители могут видеть на столе А для радиослушателей могу рассказать, что здесь Очень много разных инструментов Очень красивых Валентин делает сам, своими руками Но то, что Не все Не все Да, практически все Ну, то, что ты вот с детства по дереву вырезал Это мы уже узнали Но как пришел ты к тому, чтобы делать музыкальные инструменты Более того, играть на них? Я не имею никакого музыкального образования Однажды получилось так, что я услышал звуки флейты И у меня довелась возможность попробовать поиграть на флейте И все, что говорится, зацепило С тех пор я с флейтами не расстаюсь То есть я по большей части играю на флейтах На флейтах, на духовых, разных духовых То есть у меня здесь есть бау китайская Есть диджериду австралийские Есть окарины Ну, люблю еще варганы Очень люблю У меня есть барабаны И коллекция уже достигла пяти штук То есть разных тоже стран мира Один сделал сам уду Ну, в барабанах я на вы Уду-барабан Это звучит уже Уду-барабан Это я расскажу Я не принес его с собой Может быть, жаль, что не принес Ну, нет, не занимаюсь Есть такой барабан, который называется уду Он сделан из керамики И является древнеафриканским Сколько ему там тысяч лет Я не берусь даже пытаться представить Но делается он из керамики Там нет минрамы, как у обычных барабанов Наиболее распространенных Там нет кожаной Там есть отверстие И играется при помощи ударов хлопков Даже несмотря на то, что барабан ты не принес Зато у нас очень много в студии других инструментов И я предлагаю тебе сыграть С чего-нибудь начать Да, с чего-нибудь начать Давайте послушаем Что-нибудь веселенькое Нужно поднять настроение всем Этнический инструмент Вот, беру в руки окорину Достаточно такая старенькая окоринка Сделал ее года три назад Но не расстаюсь Получилось так, что у меня начали появляться Свои музыкальные инструменты Потому что, знаете, как есть такое выражение Сапожник без сапог Сделаешь себе вроде бы как Но найдется обязательно добрый человек Который попросит Так с жалобными глазами И или подальше Или купят А эту не отдал, да? Как не просили? Я играл в группе И получилось так, что мы распределили По тональностям Под определенные мелодии инструменты И вот так вот это, например, прижилось у меня Она стала моей Причем одна из первых Ну давай же послушаем, как звучит КОНЕЦ КОНЕЦ Вот такая окоринка Очень красивая окоринка Валентин, скажи, ты сам мелодии какие-то сочиняешь И есть ли вообще мелодии? Или ты просто берешь И по-разному Ну, я не знаю Как обыватель, скажу Дудишь в них Или какая-то музыка все-таки Сочиняется тобой У меня все, что рождается Те мелодии Это все импровизация Импровизация и отражение Того настроения, которое есть сейчас Сейчас у меня очень хорошее настроение Вообще с утра проснулся Очень здорово И как-то так все И снег такой приятный Солнечный день Вот мороз и солнце Это, как говорится, день чудесный Да, и не зря это сказано по этому Вот поэтому Мелодии рождаются Ну, здесь была такая Какая-то вот весенняя капель Это, наверное, навеяно солнцем Навеяно солнцем И вот этим вот прекрасным днем А я чувствую, что У Игоря, моего любимого Созрел вопрос Наверняка к Валентину Игорь У меня вопрос технический Потому что Вот эта окарина Я понимаю, вы ее сами делали Да, да А это все как-то методом Проб и ошибок Или есть какая-то технология Потому что керамика Все-таки зависит от спекания Там, наверное, звук как-то Да, как спекся материал Обжигание Обжигание, да Но сама керамика Она спекает Первые мои окарины Которые я делал И я несколько лет делал Совершенствуясь На основе своих Внутренних ощущений То есть это были окарины Сделанные по интуиции Я слушал звук И когда звук Начинает отражаться здесь То есть когда ты чувствуешь Что она работает Она живет В это время Валентин Положил руку на свое сердце Для радиослушателей Да А у меня вообще такая Очень интересная философия На этот счет В процессе создания инструментов Участвуют пять стихий Ну-ка расскажи Вот именно окарин Первая стихия Это сама мать сыра земля Которая дает нам глину Глину, землю Затем идет такая Очень Переменчивая структура Которая называется Вода Вода Она Неспроста Обладает такими Магическими свойствами Не зря там Заговаривали на воду Воду вступит Олочи Многое-многое Прочее Она дает Задает какую-то Определенную форму Что в воде Держишь или как Нет А глина она лепится Тогда, когда она влажная Когда она уже высохла Уже сложно что-то поменять Потом идет воздух Это то, что облегчает И, скажем так Дает душу Вот легкость вот эту Потом идет у нас Огонь Обжиг Увековечивание То есть то, что на века идет Почему мы можем говорить Про окарины О том, что им там Более 12 тысяч лет 7 тысяч лет В разных источниках Говорится по-разному Потому что она ходит В разных частях света Огонь он увековечивает И пятая стихия Это вот самая главная стихия Попробуйте догадаться Какая Это душа создателя? Душа Для меня это любовь Потому что я это люблю делать И даже так говорю Все, что я делаю Это все бесплатно Потому что любовь нельзя продавать А мое творчество Это моя любовь Это то, что я готов делать И днем, и ночью И две ночи посидеть Так без сна Как вот ты это понял? Ты делал И увидел Что эти стихии Здесь работают Как-то Или все-таки Для того, чтобы сотворить Этот инструмент Нужно какую-то Историю Культуру изучить? Да Я изучаю Культуру И историю Всего мира Мне интересно много Моя философия И моя, скажем так Основа Это любовь Любить нужно все и всех Я люблю весь мир Люблю всю землю людей А есть какие-то интересные истории Связанные с окариной? Вот самая древняя Которая найденная Вот где была найдена? Ну вот есть такая теория Что есть окарина Под названием Сюнь Или же Сюань Она найдена На территории Японии И вот я Долгое время Не мог понять В чем же там Суть Дело в том, что У окарины Вот У классической У нее есть свистковая часть Не знаю, обидно будет Ну, то есть Я говорю о том Что есть свистковая часть А у той окарины Нету свистковой части У нее есть амбушюр То есть такой вырез И одно отверстие То есть Обычно у окарины Хотя бы там Два отверстия Точнее Вот с двух отверстий Это свистулька Одно-два отверстия Там три отверстия Это свистулька а дальше это идут уже более сложные. И чем отличается окарина от циструк, чуть позже скажу. И вот я долгое время думал, в чем же суть вот этого сюня или же сюаня, то есть там два названия в зависимости от произношения. Дело в том, что это монок. Монок для привлечения птиц, для привлечения внимания, то есть для посыла какой-то информации. И еще есть такая теория, и даже не теория, подтвержденный исторический факт, что окарины использовались раньше для того, чтобы подавать сигнал. И знаете, как это делали? Делались различные по размеру окарины, привязывались к стрелам, они были небольшого размера. И в момент, когда запускаешь воздух, она летит. И свистит. Воздух, попадая в свистковую часть, она издавала свист. То есть можно было подать тот или иной сигнал на далекие-далекие расстояния. Такая древняя почта музыкальная. Древняя почта. Но в основном это использовалось, я думаю, для военных каких-то целей. Да, кстати, в военных целях и на юнкерсах 87-х стояли подобные окарины. Они когда пикировали, тоже встречным потоком воздуха начиналась... Музыка, да? Ну, не то, что это была музыка. Даже во время войны. Пришло время сыграть на чем-нибудь еще. А с радостью. С радостью. На чем, расскажи? Я, наверное, сыграю вам на Варгане. Отлично. Причем сыграю. Я на Варгане играю достаточно резво. То есть быстро. Можно на нем очень медленно играть. На этот счет даже есть такой анекдот, могу рассказать про Варган. Идет концертная программа. Выступают разные мастера игры на Варгане. Хомусисты. То есть у Варгана много названий. Варган хомуст и так далее. Играют разные хомусисты, варганисты. Вот выходит молодой варганист. И начинает там переливами, раскатами и так и сяк, и туда и седа. То есть народ вообще в шоке сидит, захваченный. Все аплодируют ему. Выходит такой старенький. Старенький совсем. Мастер берет варган и начинает. Баум. Баум. И так минут 5-7. После уже выступления подходят к нему журналисты и говорят. Вот понимаете, вот вышел там такой человек, который вот молодой. Он столько всего показал, рассказал. А вы, говорит, вот вышли. Ну вот красиво, ну вот как-то вот однообразно. А он говорит, вы знаете, он ищет себя. А я уже себя нашел. Вот я себя еще ищу. Я вот такой играю быстро, шустро. Я думаю нашим радиослушателям и телезрителям это понравится. Да, я буду стараться. Буду стараться. Так, микрофон, чтобы не зацепить. Да, можно. Главное, чтобы хорошо снимал. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда у всех возникает вопрос, а это не больно? Нет, не больно. Иначе я бы тогда не играл бы так резво. А здесь главное технику понимать. Я веду занятия по обучению игры на варгане. Ну скажем так, я не считаю себя, далеко не считаю себя мастером великим каким-то игры на варгане. Но я с удовольствием делюсь тем, что есть у меня. Те знания, те умения, которые есть, я рассказываю. А именно про этот варган. Это рукодельный варган? Да. Кем сделали? Наверное, есть варганы, которые промышленным способом делают. Но в данном случае это варган Хакасский и мастер варгана этого Волгутов. То есть это кузнец, который... Ну, есть такая теория, вот я читал. Точнее, теория, это есть история, что пришли к кузнецу шаманы, рассказали про варган. И вот он зацепило тоже человека, он начал делать вот такие вот замечательные варганы. Вместо подков. Да, вместо подков. А вот шаманы пришли, да, и когда играешь, я знаю, что вибрации и в теле какие-то возникают. И вообще, в принципе, такой довольно-таки мистический инструмент варган. Что ты можешь вот такое, мифологию этого инструмента рассказать? Древние-то наши предки не просто так на нем играли, а с каким-то смыслом, не просто для музыки. Очень много различных, скажем так, теорий и практических применений этого инструмента. Расскажу о нескольких. То есть если говорить чисто о физической стороне, то звук и вибрация, она способствует очищению пространства, очищению воздуха. Вообще любой звук или какой-то особенный? Любой звук, но особенно колокола. Вот у меня сегодня поющая чаша с собой. О, сейчас очистится. Варган, колокол, поющая чаша. Это вот такие три инструмента, которые фактически стоят в одном ряду. По своему опыту даже скажу, были случаи, когда простуда и, играя на варгане, были улучшения. Очень хорошо прокачиваются мышцы. Если говорить про то, вот ты говоришь, да, вибрации по всему телу. Играет все тело до нашей перегородки, фактически до солнечного сплетения. Начинается звук у нас с ротовой полости. То есть это зубы, резонанс и звук. Дальше у нас идет уже движение языка. Дальше идет горло и звуки произношения эя, ая, оя, ия. Дыхание. Это легкие. За счет дыхания можно удлинять или же укорачивать звучание. И также регулировать громкость. И колебания мелких отростков, легких, за счет движения диафрагмы. Получается такой эхообразный звук. Ничего себе! И также там есть еще артикуляция, то есть опять же при произнесении звука. Космос вообще какой-то получается. А мы-то думали там просто в рот засунул, брым-брым и все. И плюс дыхание учащенное. Это есть такая практика, техника голотропное или холотропное дыхание. Получается так, что идет прокачивание легких, гипервентиляция легких. Уже уход в трансовое состояние. Ты в трансе, значит, играешь, да? Не всегда. То есть для этого нужно вот именно знать, что ты делаешь. Играя на таких инструментах, нужно не просто вот я хочу побрынчать. Это инструмент серьезный. И отношение должно быть серьезным. Ну с юмором обязательно. Без юмора никуда. Не серьезно относилась. Просто вроде засунула, брым-брым-брым. Вибрации пришли на глаз. Тем больше серьезности появляется в понимании восприятия. Когда начинаешь уже видеть какие-то вещи при помощи игры на варгане, то уже начинаешь задуматься. Ого. А стоит ли? На вдохе или на выдохе? Или так и так можно на варгане? И туда, и сюда. Ты решил научиться, да? Нет, я просто пытаюсь понять. Это вдох. Различия есть. Но это так же, как при игре на гармошке. На губной. Играешь всем телом. Вот так получается. А как думаешь, у радиослушателей как-то пространство очистится от игры на варгане, вот если дистанционно это будет? Или только у нас здесь? Ну я не Кашпировский, конечно. Ну надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Здесь зависит от степени и уровня восприятия. Если человек с позитивом смотрит на жизнь, то у него все очищается, когда идет что-то позитивное. Очищаем пространство. Чтобы у всех людей в этом новом году было все прекрасно, все замечательно. Чтобы все мечты сбывались. Обязательно нужно ставить себе цели, ставить планы. Рисовать их. Рисовать и записывать. Я это делаю. И это все получается. Вот то, что я загадал себе на новогоднюю ночь в прошлом году, я все реализовал в этом. Дед Мороз исполнил. Да, Дед Мороз вообще замечательный дядька, я с ним дружу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А можно еще изобразить тройку лошадей. Для тех, кто только что к нам присоединился и не понимает, что же происходит в радиоприемниках, рассказываю. У нас в гостях это программа новогодней посиделки. У нас в гостях музыкант-изготовитель этнических инструментов Валентин Шкандыбин, который только что играл на Варгане. И это вовсе не была радиопьеса Герберта Уэллса с захватом инопланетянами. Валентин, ну сыграй нам еще на чем-нибудь. Вот мы так... Может быть, тяжелая артиллерия. Перейдем, потому что настояли. По-моему, это тоже было, знаешь, так. Очень... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Музыку кожей ощущаешь. Да. Честное слово. Я надеюсь, что это передается всем, кто нас смотрит и слушает. Телевизор подпрыгивает. Компьютеры у людей тоже. Валентин, скажи, ну вот ты один играешь на всех этих инструментах, а тебе никогда не хотелось, ну не знаю, группу создать, раздать всем. Вот ты играешь на варгане, ты на вот этом вот. Просто я так понимаю, что все эти инструменты в совокупности своей будут рождать просто великолепнейший звук, оркестр самый настоящий. Расскажу. Играл в группе, и сейчас продолжаю проекты, такие как вибрации живой музыки. Это этновечер, на котором происходит такой этноджем, на котором собираются музыканты, мои друзья, мои товарищи, и где мы импровизируем свободно. То есть есть какие-то уже вещи, которые мы чувствуем и знаем, прям по наитию так делаем, а есть то, что, знаете, так вот рождается, так сидишь. Красота. Вот просто вот. Конечно, диджеридо, он лучше звучит под барабан, он может звучать под гитару. Причем под акустическую, такие какие-то плавные мотивы. Это очень-очень здорово. Но все это в рамках какой-то этнической музыки. А нет такого, что, допустим, взять Акарину или диджеридо и украсить какой-нибудь там R&B или там современный джазовый какой-нибудь квартет? Диджеридо. Диджеридо, а почему не диджеридо? Покажу. Пожалуйста. Сейчас у нас в эфире прозвучит даб-степ от Валентина на диджеридо. Я просто покажу эффекты, которые можно делать. Слышно хорошо? Хорошо. Вот, по-моему, на Руси у нас эти инструменты не используют, или я ошибаюсь? Есть аналоги. На Руси есть аналоги. У нас на Руси? У нас на Руси есть аналоги. Изначально родина Диджериду – это Австралия. Диджериду – это инструмент австралийских аборигенов. Я уже когда-то говорил, и некоторые мои друзья улыбаются такие. Говорят, ну понятно, заговорил. Это инструмент австралийских аборигенов, который делался, аутентичный Диджериду делается самой природой. В лесу, в эвкалиптовой роще, термиты, которые живут там, они выедают сердцевину изнутри. И получается уже фактически готовый инструмент. Абориген идет по лесу с мачете большим, стучит по стволам дерева. Думают, надо сыграть. Где же пустота, где же возможный инструмент? Рубят, вычищают канал. А что тут, интересно, они танцевали под него? Ты же изучаешь все это. Или они так кенгуру призывали? Знаешь, у нас вот… Я вам покажу, я вам покажу эффекты, которые можно еще делать. Овцепасов там, дудочки, а они вот на Диджериду. Диджериду – это инструмент ритуальный и обрядовый. То есть под Диджериду как в бой провожали, как приветствовали рождение, так же и уход человека в другой мир. Вот, так же его использовали для сигнальных целей, потому что в него можно трубить как в рог. Я могу даже показать это. Ну так, давайте только, Игорь, так, чтобы у нас всех перепонки остались целыми. Я не буду сильно переусердствовать. Хорошо. То есть это такой клич в Новый год с хорошими эмоциями. Ну у нас еще очень много инструментов. Я боюсь, что у нас не хватит времени, если мы так много будем разговаривать, и так мало играть на них. А сыграешь еще на чем-нибудь, расскажешь. Я вам сыграю сейчас на музыкальном инструменте, который называется БАУ. Это китайская… БАУ. БАУ, да. Первая боковка. БАУ. А последняя М. У, БАУ. БАУ. Да, это китайская флейта. Мне ее привезли из Китая мои друзья. Питерская группа «Красное солнце». Питерская группа «Красное солнце». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Вот для сравнения, очень интересный, знаешь, такой эксперимент. Это была китайская флейта, да? А есть у тебя наша родимая русская флейта? Да. И вот сравнить, как они... Хотел бы я знать, какая она. А карины – это инструменты, которые распространены по всему миру. У нас на Руси это было известно, как свистулька или же гусенок, их так называли. Это наш инструмент. Просто интересно было бы сравнить звучание. И вот мне интересно, чем отличается китайская флейта от любой другой. Ну, я играю не китайские мелодии. Вот у меня здесь и японская флейта еще есть с тобой, и венгерская. Ну, я играю что-то свое. Ну, вот ты как, ладно, хорошо, если нет вот такого для сравнения, да? С Акариной это понятно, оно совсем по-другому будет звучать. Ну, в чем разница? Буквально чуть-чуть покажу. Это такой очень интересный... Новый инструмент в руках Валентина. Инструмент. Маленькая такая палочка с дырочками. Очень-очень тихая, наверное, да? Будем сравнивать, да? Буквально чуть-чуть я покажу, как... Это родоначальник таких инструментов, как желейка, рожок. Вот. Это делается из камыша. Так и подумала. Камыш, который... А? Так и подумала, что из камыша. Да, камыш, который растет на речках. Да, у нас на Дону просто. На Дону, да. На реке Дон. В Ростове, я думаю, есть еще энтузиасты этнических духовых инструментов. Есть какие-то у вас собрания, встречи? Да. Не просто обучение, а просто дружеские какие-то места, в которые вы ходите, встречаетесь. А можно об этом? Конечно. Мы стараемся ходить по концертам, которые приезжают... Музыканты, которые приезжают к нам в Ростов и играют этническую музыку. Есть просто домашние посиделки, такие капустники, джемы совместные, когда мы просто собираемся дома, пьем вкусный чай и обязательно играем музыку. У нас вот такое, скажем, движение людей, которые пьют чай, но не пьют алкоголь. Нам не нужен алкоголь. У нас есть инструменты. Самый главный алкоголь. У нас есть фарган, нам не нужен алкоголь. Ну вот сейчас кто-то послушает и захочет как-то зарядиться посильнее еще этой энергией. Куда ему, человеку, этому идти? Пожалуйста, приходите на нашу этновечеринку, на наши этновечера вибраций живой музыки, которая проходит у нас примерно каждые две недели в месяце. И их можно найти информацию про это мероприятие, можно ВКонтакте. У меня есть группа основная моя, в которой у меня все мое творчество, все, чем я занимаюсь. Называется она «Мастерская этнических ремесел Шкандыбина». Это я. ВКонтакте я Валентин Медвед. На конце твердый знак, на древнеславянский мотив. А это почему это ты? Медвед? Медвед? Чувствуешь себя так вот? А вот как-то случайно так получилось, что я придумал себе такой никнейм и осознание того, почему это пришло позже. И может быть даже совсем не так, ну недавно, недавно, не так давно. Есть такое устойчивое выражение, что медведь на ухо наступил. То есть человек, который не умеет играть. Я такой энтузиаст, я себя воспринимаю таким энтузиастом. Да, у меня нет музыкального образования, но у меня есть желание. Некоторые музыканты критикуют, говорят, вот ты там нот не знаешь, там еще чего-то. Нет, ну сейчас я ноты уже изучать начинаю, то есть мне интересна и нотная грамота. И еще у меня вопрос, а вот внутри этой культуры, все любители этнической музыки, этнических духовых инструментов, нет какого-то ревностного отношения именно к тому, что сделано руками? Потому что я, кажется, видел, Карина из пластика из какого-то сейчас делают и производят на фабриках, на заводах. То есть там нет вопроса к тому, что можно купить две, три, и они уже будут звучать одинаково. Хорошо ли это или плохо, как вы к этому относитесь, к тому, что эта глобализация захватывает и народно-этнические инструменты, и все остальное. То есть вроде доступнее становится вещь, да? Но что-то уходит. Мы идем чайно. Я не выступаю против чего-либо, я выступаю обычно за. Я за то, чтобы было все натуральное, то есть чтобы люди стремились к натуральному. Но если кто-то хочет играть на пластиковой окарине, пожалуйста, пускай попробуют, поиграет. Может быть, даже это и хорошо. Человека с пластиковой окариной, пришедшего на вашу тусовку, не закидают шапками? Нет, абсолютно. Почему? Если человек стремится к творчеству, к музыке, то милости просим и рады. Ура, ты взяла Карину. Ты взяла Карину, ты с нами. Давай. Валентин, ну еще какие инструменты? Вот у нас где-то... До передачи впечатлила «Поющая чаша». «Поющая чаша». Будет сейчас «Поющая чаша». Я знаю, что ей вот тоже чистят пространство. Это из восточного арабского, да? Это тибетская «Поющая чаша», но вообще я знаю, что их и в Индии использовали, и в Тибет. Собственно говоря, считается, что они пошли по большей части из Тибета. И когда территория Тибета была закрыта, чаши были не распространены так повсеместно, как это сейчас уже. Эта чаша не самая маленькая, но и не самая большая, потому что бывают такие чаши, которые сантиметров, наверное, 50 в диаметре. И это просто вообще вот сильно сносящий такой звук. Точку сборки очень хорошо меняет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно понятно, почему вибрации живой музыки. Потому что вибрации, на самом деле вибрации, я очень надеюсь, что они передаются через расстояние. Не только мы можем ощущать их телом, но и наши радиослушатели и телезрители. Игорь, еще вопросы? Ко мне нет вопросов. Мы просто вошли, видимо, в состояние транса. На самом деле нам даже пришлось сейчас остановить запись нашей программы, потому что с Игорем мы вошли в некий транс и не знаем, что спросить. Все вопросы отпали. Все вопросы отпали. И вот что, а появились ли они у нас сейчас? Или мы просто попросим Валентина сыграть еще на чем-нибудь? Я вижу у тебя в руках инструмент... Не в руках, но... Все, уже вот все, точно. На столе у нас инструмент. Я знаю, трайбл танцуют вот с этими штучками такими. Круглые, на веревочке, звоночки, как вот в индийских танцах, на руки их надевают, кастаниеты, да, в Испании. А то, что трайбл, это сацанги называется, а это караталы. Караталы – это индийский инструмент. Он похож на сацанги, но размер сацангов, он меньше. Хотя бывают и разные, разные по размеру бывают, но он меньше. Я чаще всего вижу, что... Зачем вот ты его купил? Я так поняла, что не ты его изготовил, но ты его приобрел. Зачем? Зачем я это сделал? Танец живота, индийские танцы танцевать. Нет, это же для того, чтобы ритм играть. Это же как колокольчик. Их можно вот просто вот так взять, повесить. И они при смыкании, получается... Такие вот маленькие, но очень звонкие. Что еще есть, а на чем ты не сыграл нам? У нас осталось совсем немного времени. Духовые инструменты, может быть, какие-то более-менее традиционные, которые тоже входят в поле внимания. Не только какие-то этнические, духовые инструменты, а, например, гитара. Поиграть на гитаре там или постучать палочками по барабану такому вполне себе современному. Нет такого? Вот со струнными я пока не очень дружу. Хотя есть у меня дома в коллекции балалайка. И есть в планах создание еще таких музыкальных инструментов, как дидлибо. Это вообще такой блюзовый инструмент. Это из Америки, американских блюзменов. Есть еще желание сделать гусли. Но все-таки этника. Не современные все-таки. Хотя струнные, вот дидлибо, он более такой современный инструмент к нам. То есть это вот 20 век. Хотя может быть. Знаете, как говорится, все старое, точнее, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому кто знает, когда это все было придумано, когда это было забыто, и опять пришло в современность, когда об этом вспомнили. Да, может, и австралийские аборигены играли на дидлибо. Может быть, и так, да. Почему? Такое название еще интересное у него. А на чем ты еще не сыграл нам? Что мы еще не услышали? Я еще не сыграл на венгерской флете двойной, и я еще не сыграл на японской сикухате. Пожалуйста, Валентин, просим. И еще тут есть кое-какие инструменты. Вот сикухате я оставлю на потом, потому что достаточно транса и медитации после чаши. Да, так нам. Более веселенькое. И еще вопросы хоть задавать какие-то. Музыка. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Это была венгерская флейта в исполнении Валентина Шкандыбина Играет музыка Я смотрел и думал, что легкие нужны неплохие сюда Вредных привычек быть не может, скорее всего Да, у человека, которого... Да, желательно, чтобы не было А есть люди, которые все-таки как-то могут пригубить Там, закурить Он нам при этом играет на духовых Ну, есть, у меня даже есть такие ученики, которые приходят на занятия И чувствуются, как только человек покурил Я говорю, ну ничего, еще немного поиграем И ты поймешь, что тебе нужно Сигарета или больше Потому что инструменты очень хорошо помогают расслабиться Почему человек курит? Потому что ему нужно расслабление Какой-то заряд, какой-то отдыха Отдыха, который он, может быть, не получает в течение дня И вот это вот, сколько там, я не знаю, 5 минут или сколько она там дымит За это время человек отдыхает А когда ты играешь на диджериду или когда ты играешь на варгане Это совершенно другие, более качественные ощущения Вот такие вибрации Я неспроста название придумал вибрации живой музыки Потому что привыкли воспринимать волну реки, волну моря, океана Но такая же волна есть в звуке, в музыке Такие же волны, они воздействуют на разные-разные центры То есть здесь получается, когда человек курит, он травит себя Но при этом получает какой-то эффект измененного сознания То есть я это не отрицаю, да? Ну а когда человек играет на музыкальном инструменте Он за счет вот этих вибраций, за счет этих звуков Он усиливает резонансы Усиливает резонансы И даже вот мы проводили опыты, когда с маятником На разных центрах энергетических То есть, как называют, на чакрах И до, когда замеряешь, маятник в одну сторону вращается Когда после игры, после звукового воздействия Он начинает более структурированно То есть вначале он может хаотически двигаться Туда-сюда, так-сяк То есть как ему вздумается Потом он более плавно, но уже в каком-то конкретном направлении Так что те, кто хочет бросить курить И купил электронную сигарету себе Выбрасывать электронную сигарету Покупайте флейту Или диджериду Или, да, диджериду не очень удобно на работу носить А вот флейту можно, особенно вот эту маленькую Которая как карандаш Которая называется пищик Пищик, да И как раз об этом и вопрос твой Нет, у меня не вопрос Просто действительно, да, это хорошая альтернатива сигаретам Потому что если вы слушаете, и вам нравится А курить вы хотите бросить давно То просто возьмите с собой пищик И пять минут в день, и вы легко научитесь играть И быстро бросите курить Да, и кстати говоря, очень хорошо прокачиваются легкие Потому что все на дыхании А дыхание это же основа жизни Без дыхания никуда И еще есть такой феномен Многие люди в процессе своей жизни Они неправильно дышат И поэтому очень многие Сердечно-сосудистые заболевания Заболевания сердца Поэтому музыкальные инструменты В чем они хороши? Когда человек играет Он слышит свое дыхание Он слышит звук своего дыхания Его дыхание начинает подстраиваться Его сердце начинает подстраиваться То есть в более правильный, в более гармоничный лад Отсюда идут такие последствия Как улучшение сердечно-сосудистой системы Улучшение настроения Потому что музыка это всегда настроение Нас трое находящихся в исходном единстве Гармония тела, души и духа Такое слово Настроение Это все улучшается А, еще не сказал Появляются интересные друзья Интересные люди, которые тебя окружают Вот когда я начал увлекаться музыкой И музыкальными инструментами У меня остались мои друзья С которыми я раньше общался Но добавилось еще больше интересных людей С которыми я сейчас общаюсь И может быть даже больше общаюсь Чем со своими старыми друзьями Хотя я всех люблю Со всеми дружу Валентин, я благодарю тебя за то, что ты пришел к нам в программу За то, что мы услышали Такое огромное количество этих великолепных вибраций И наши радиослушатели и телезрители Надеюсь, тоже получили заряд этой радости И действительно, я в состоянии транса Передаю слово Игорю Я хочу тоже сказать спасибо Потому что чаша и венгерская флейта На меня произвели очень большое впечатление Я их физически чувствовал Спасибо Здорово Можно я тоже что-нибудь скажу И пожелаю людям Я желаю всем людям Чтобы они развивали в себе творческие качества Потому что человек в процессе творчества Он познает мир Он изменяет этот мир к лучшему У меня когда стоял вопрос Дилемма между тем, куда пойти Учиться Я выбрал дизайн И выбрал искусство Потому что у меня была такая цель Была такая задумка Что я буду украшать каждый день мир Украшать своими делами Своими действиями Своим настроением Поэтому творите Изменяйте И у вас все получится Ставьте цели Это здорово И еще я сыграю на Секухате вам Да, в завершении Этот инструмент Это одна из моих любимых флейт Это японская флейта Медитативная И чем о ней говорить Лучше услышать 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА